Сегодня в нашей программе Подаренные первоцветы, что с ними делать, как за ними ухаживать Цветы после выгонки, есть ли шанс на жизнь в открытом грунте Советы дают профессионалы Горшочное цветущее растение в подарок – это отличная идея По красоте цветы в горшках не уступают срезанным и радуют своим цветением гораздо дольше И, наконец, они живые, а значит, после этого, как горшочные растения цветут, вполне возможно их реабилитировать В преддверии весенних праздников наш магазин может предложить большой ассортимент растений Как комнатных, так и садовых Ну, начнем, наверное, сначала с садовых, которые можно приобрести сейчас, подержать дома А потом, впоследствии, весной уже высадить в открытый грунт на ваши красивые клумбы Из таких растений, что мы можем сейчас предложить Это будет примула, это будет гвоздика, гиацинт и, конечно же, еще розочка К праздникам многие цветы готовятся с помощью выгонки Растения помещают в особые условия, обрабатывают их специальными веществами Применяют некоторые хитрые агроприемы и тем самым гонят, гонят и заставляют расти Чаще всего такие методы применяют к луковичным и корневичным растениям Из первоцветов у нас будет примула и гиацинты, которые зацветают раньше всех Даже уже, кстати говоря, у некоторых на огородах в клумбах зацвели и примулы И уже начинают вылезать гвоздички, поскольку зима такая теплая Значит, поскольку они первоцветы, то, естественно, они любят более прохладное место Поэтому, когда вы покупаете в магазинах такое растение Нужно обязательно его дома поместить в место, где попрохладнее То есть, если это обычная квартира, может быть на подоконник, ближе к стеклу подвинуть Если есть застекленный балкон, неутепленный, тоже очень хорошо, можно там оставить Они тогда более продолжительное время будут свести По поливу, конечно, растения нужно часто поливать Ну, примерно где-то раз в 2-3 дня Гиацинты – это луковичное растение Они высаживаются в грунт осенью Поэтому, если есть возможность подержать в горшочке до осени Это конец сентября, октябрь месяц, тоже там в зависимости от погоды Можно высадить осенью Но я вам скажу, что не сильно страшно, если высадить весной То есть, ничего страшного не произойдет, можно это сделать Цветок гиацинт – растение капризное И цветовод, решивший украсить этими цветами свой сад, должен знать, как правильно ухаживать за гиацинтами Для любителей гиацинтов нужно знать следующие особенности Грунт для них должен быть нейтральным Гиацинты бывают самых разных расцветок Сейчас у нас представлены сиреневые, темно-синие, белые Вообще бывают темно-бордовые, еще белых бывает несколько оттенков, синих несколько оттенков Там голубые, оранжевые, красные Очень-очень большое разнообразие Самое, наверное, положительное в этом первоцвете то, что они имеют очень приятный, насыщенный аромат Который, наверное, любят абсолютно все Каждый год их специально выгоняют к весенним праздникам Где-то уже к дню влюбленных они всегда есть К 8 марта особенно Я скажу, что эти цветы очень пользуются популярностью Но в грунт высаживаются именно осенью Высадка идет стандартная На 3 луковицы в глубину Время высадки, опять же, нужно немножко смотреть по погодным условиям То есть они достаточно рано Ну, сложно тут прямо сказать в каких числах Но это обычно бывает, может, там, конец сентября, октябрь месяц Надо смотреть по погоде, когда еще тепло Высаживать их нужно в место не очень низкое, чтобы не скапливалась влага Поскольку луковица может тогда загнивать И они будут тогда просто пропадать Где-нибудь на возвышенности Года раз в 3-4 их нужно выкапывать и отделять детки и уже рассаживать Деток они дают многое лучше Луковица гиацинта многолетняя После того, как гиацинт отцвел, нужно срезать засохшие цветы Понемногу поливать и подкармливать саму луковицу Пока не завянут все листья Произойдет это где-то в июне За этот период материнская луковица наберет весе и станет сильнее А также будет способна образовывать детки Они и должны увядать, поскольку растение отцвело Даже в огороде они так делают То есть растение отцветает, начинает желтеть, увядать листва И сама по себе пропадает В домашних условиях ее можно просто обрезать Когда она уже становится непривлекательной внешне И тогда два варианта Либо, если она остается в горшке дома То есть можно, например, даже три в один горшок большой посадить Пускай они растут То есть у них листва может сохраниться Ее можно будет обрезать и впоследствии А можно, как я уже говорила, достать луковицу из горшка И просто ее положить в холодильник и там сохранить То есть здесь вариант есть Сугубо комнатным это растение сделать нельзя Поскольку садовое есть садовое Но в горшочке оно может прожить пару лет точно Можно сделать как Если на выгонку их обычно сажают практически в то же время, когда и в грунт То есть в конце осени, например Вот у вас оно отсвело Что делаем дальше? Естественно, обрезаем само соцветие, когда уже оно начинает увядать Остаются листики Потом мы его просто поливаем, но достаточно редко Уже где-то раз в неделю этого будет достаточно В этот период пересаживать его нет смысла Поскольку оно ничего пока не даст Наоборот, некоторые делают так Просто достают из горшка И луковицу кладут в холодильник До следующей осени, под конец осени Ноябрь, декабрь месяц И потом опять же сажают в горшок Ну, два-три раза так сделать можно То есть он у вас вырастет И порадует своими цветами Как на будущее дольше Это вряд ли, поскольку все-таки растение садовое Размер горшка Ну, луковичная в принципе не любит больших горшков То есть практически должно быть впритык Когда луковичка касается стенок горшочка Тогда уже она может выпускать соцветия сверху Грунт должен быть именно для гиацинта Такой достаточно песочный Песчаный, желтый песочек Вот, чтобы она была такая тяжелая почва Это они любят И тогда там задерживается влага Что в период цветения для них очень показано Идем дальше Не менее прекрасна миниатюрная примула Этот первоцвет не любит сухого воздуха Высоких температур и прямых солнечных лучей Специалисты советуют регулярно поливать И поддерживать умеренную влажность воздуха Место нужно подобрать для примулы Светлое и прохладное По цветовой гамме примула бывает Самых разнообразных оттенков и цветов Это и розовая, и такая насыщенно-малиновая И темно-темно-фиолетовая, бордовая Желтая, бывает чисто желтая С разными ободочками Причем они могут быть красные и малиновые Тоже разнообразные Белая и синяя Вся она идет крупноцветковая И, как я уже говорила Для того, чтобы цветок не мельчал со временем Обязательно нужно вносить удобрения Для садовых цветов Чтобы им поступало питание Так как это растение относится к первоцветам Опять же, если вы покупаете его не в сезон, а раньше Нужно дома поставить их в прохладное место Либо подоконник ближе к стеклу Микропроветривание всегда можно добавить Чтобы циркулировал свежий воздух Для них это будет очень хорошо Либо можно на балконе Неутепленном, желательно застекленном Все зависит от зимы Дома поливаем мы их достаточно часто Во время цветения Раз в два-три дня Если потеплее, можно и каждый день Примула Это многолетнее растение Сама по себе она разрастается потом Такими вот купинами И впоследствии можно ее просто разделять И рассаживать Как уже кому удобнее Как я уже говорила ранее Зима в последнее время не очень радует Снегом своим Поэтому, чтобы не вымерзало растение Хоть оно и многолетнее, и особо неприхотливое Все равно немножко нужно контролировать погоду И желательно укрывать лапником в те моменты Когда была оттепель, а потом передают там мороз Не один градус, а немножко выше Порадует своим цветением Примула впоследствии уже на клумбе И в период весны И очень часто она зацветает еще и осенью Поэтому вот два раза в году Зачастую растения сильно ослаблены Таким интенсивным принудительным цветением И начинают подсыхать Спасти растения после праздника сложнее Но в то же время вполне реально Просто уход за ними должен быть более тщательным Гвоздички С ними меньше хлопот Их можно держать просто дома При обычной комнатной температуре Только почаще поливать Может там через день, раз в три дня Это в зависимости от того, какая дома температура Они будут нас радовать своим цветением Практически до заморозков Поэтому в цветущем виде ее можно Даже оставить дома И пересадить просто в горшочек побольше И она тогда будет свести Ну, так как она двухлетка То будет дома радовать вас два года Вот, если высаживать в грунт Опять же, это уже когда тепло Май месяц примерно В цветущем виде, скорее всего, она будет И будет цвести И высаживать можно в цветущем виде И она будет вот в огороде Радовать вас достаточно долго Примулу гвоздики гиацинты Наше хозяйство выращивает самостоятельно В нашем питомнике, который находится в деревне Ратичи Это миниатюрные карликовые розы Эти мы уже цветы получаем из Голландии Вот, но она может быть как комнатной Так и садовым растением Дома, естественно, тоже ее нужно держать В прохладном месте Это касается, ну, точно так же, как и то, что я рассказывала до этого Прохладное место Либо окошко, либо застекленный балкон Когда они отсветают Их желательно... Они будут осыпаться листики Многие пугаются, думают, что все Все пропало, выбрасывает Но на самом деле это не так страшно Нужно просто ее обрезать Оставить, ну, где-то корешки, там, 5-7 сантиметров И она опять идет в рост Любое цветущее растение любит светлое место Поэтому обязательно нужно ставить Либо на окошко, либо поближе к окну Когда мы высаживаем в грунт розочку По времени, это тоже где-то май месяц Когда уже тепло и прогрелся хорошо грунт И впоследствии ее можно оставить на клумбе Не выкапывать на зиму Она очень хорошо зимует Потом уход идет Точно такой же, как и за обычной садовой розой Единственное, что они миниатюрные То есть будут невысокие Но зато в грунте у них цветы будут немножко крупнее Цветоводы советуют не убирать растение со светлого места в темное Оно точно погибнет Нужно соблюдать режим влажности Грунт не должен пересыхать Но и заливание не пойдет растению на пользу Если растение любит прохладное место Понятно, что в домашних условиях Когда там плюс 25 градусов Для нее это слишком холодно Прохладное место это градусов 10-16 должно быть Тогда растение себя чувствует хорошо Ну и плюс надо всегда понимать Что новое место для растения Это тот же стресс Может быть немножко Может и осыпаться листва Либо там быстрее перецвести цветок То есть это не страшно Самое главное соблюдать условия Прохладное место, полив Если они, вот конкретно будем говорить сейчас Про садовые растения Они любят частый полив Поэтому вода должна быть комнатной температуры И поливаются примерно раз в 2-3 дня В зависимости... Ну нужно конечно смотреть каждому по горшочку Вот Плюс еще Надо понимать тот момент Что растения Те же, например, розы, гвоздики Они цветут в природе гораздо позже То есть начинают там в конце весны Начало лета И цветут там до осени, например То когда они зацветают зимой Их выгоняют специально Естественно, они могут немножко Быстрее отцветать Тоже не нужно пугаться Потом, когда они у вас пробыли уже Там, если, например, вы розу купили И хотите, чтобы она у вас была сугубо комнатной Естественно, она в свой режим войдет немножко позже То есть в этом году вот вы ее купили Она там у вас, например, там месяц подцвела Отцвела Вы ее обрезали Она опять выросла И, возможно, зацветет к осени То есть пока она дойдет до своего режима Может быть год и должен пройти Обязательно нужно удобрять растения Если вы оставляете дома То есть это может быть удобрение Для цветущих растений обязательно Если мы эти растения высаживаем в грунт Естественно, не только овощи надо подкармливать Нужно подкармливать и цветы на клумбах Чтобы они очень долго цвели Чтобы они обильно цвели И чтобы они имели нужного размера цветок Это должно быть удобрение для садовых цветов Оно может быть как жидкое, так и гранулированное Может быть как органическое, так и минеральное То есть здесь уже особой разницы нет Просто подкармливать нужно всегда Как подкармливать? Как часто? В каком период больше? Всегда есть инструкции на самом удобрении Поскольку они разнообразные Нужно всегда читать инструкцию Некоторые удобрения вносятся буквально один раз в сезон Некоторые можно вносить каждую неделю Вот, разные дозировки Поэтому в этом проблем нет Сейчас очень большое количество удобрений Вот, например, та же примула у нас Она крупноцветковая И для того, чтобы цветок не мельчал Обязательно нужно вносить удобрение Вот, и еще как бы ее можно на зиму Немножко прикрывать лапником Поскольку зима сейчас у нас теплая достаточно Снега мало Перепады температуры сегодня плюс Завтра может быть минус И для того, чтобы она не вымерзала Можно немножко контролировать и ее прикрывать В уходе за первоцветами Нужно вовремя обрезать пожелтевшие, увядшие, высохшие цветоносые бутоны Они лишь тянут из ослабленных корней лишние силы А вот зеленую массу, которая снабжает подземную часть корней Напротив, нужно постараться сохранить и приумножить Погода Погода февраля радует весенним солнцем Многие дачники уже расчехлили садовый инвентарь и готовы к весенним работам Бывалые садоводы не торопятся, а обмениваются опытом На протяжении всего года в клубе цветоводов-любителей флора кипит работа Здесь собираются те, кому есть что рассказать И те, кому хочется поучиться Сегодня поговорим только про обрезку плодовых на примере яблони Я еще взял ветку груши, просто покажу вам отличия плодушек Ну и может быть в процессе, как обычно, буду рассказывать, какие отличия, допустим, в обрезке яблони, груши и косточковых Тема очередной встречи – обрезка плодово-ягодных деревьев Спикер – опытный аграрий Алексей Михальский Наглядная демонстрация обрезки на конкретном примере Это лучшее практическое пособие для того, чтобы понять, как правильно резать и не навредить Это пятилетнее дерево, вот целиком Если его вовремя не обрезали, либо правильно не обрезали За пять лет дерево вырастает вот такого вида На нем есть уже плодовые почки, есть вегетативные Есть там различные, ну, плодушки В общем, все возможные почки, которые есть на плодовых деревьях, здесь присутствуют И ветки здесь есть, то, что нужно будет исправлять Ну, это вот, когда дерево изначально, с первого года не формируется правильно, ну, вырастает такое На мероприятии детально проработали схемы и варианты правильной обрезки Особое внимание уделялось типичным ошибкам при обрезке деревьев Как их избежать, чтобы не потерять урожай и сад Вверх полностью весь обновится и будут только толстые нижние ветки Все, за, ну, вот это время можно дерево полностью поменять У нас вот старые деревья, и мы хотим укоротить, на какую высоту мы Старые, это сколько лет? Ну, может, двадцать, вот уж мы покупали дачу Вот представим, вот это ваше дерево, да, только здесь ствола, допустим, нет, или может быть И каждый из этих стволов вот такой вот толстый, да Самый простой способ, но он прям такой жесткий Оставляете вот эти стволы там по полтора метра и просто обрезаете дерево Да, и у вас за год у вас получится ежик такой Потом вы вырезаете, выращиваете, ну, ветки толстые и формируете заново крон Казалось бы, все просто, но, как гласит народная мудрость, лучше семь раз отмерь и один раз отрежь Время в запасе еще есть, поэтому, прежде чем браться за весеннюю обрезку, мы предлагаем запастись теорией Смотрите нас на канале Беларусь4 в следующий вторник, и мы детально покажем все тонкости, которые обсуждались на встрече Субтитры создавал DimaTorzok